Привет! Мой редактор Давич осознался, что величайшим изобретением человечества считает горячий водопровод. То есть мало того, что он настолько скучный поверхностный человек, то он еще и циничный, потому что половина Киева сидит без горячей воды с апреля, а вторая половина с июля. И вот тут я задумался, а что же я считаю самым интересным изобретением за всю историю? Пока я на этот вопрос не ответил, можете ответить на него сами прямо в комментариях. Так вот, я долго колебался между гильотиной, шаурмой и аккумулятором, но потом все же выбрал последний. Вот так витиевато я подвожу вас к тому, что тихонько лежит у меня на столе. Зарядки для аккумов Panasonic BQCC65. Черный корпус с матовым и глянцевым сегментами и прям дизайн-дизайн. Здоровенный дисплей с синей подсветкой, аж три кнопки на корпусе, четыре слота под АА или ААА, USB-шенька, питание через провод, резиновые ножки снизу. Но обо всем по порядку. Казалось бы, ну зарядка и зарядка, ну заряжает и все, но не все так просто. Первое, она заряжает быстро. Моим и налупам, которыми я пользуюсь дома, понадобилось чуть меньше трех часов, чтобы зарядиться. В то время как на моей зарядке им нужно около шести. Второе, зарядка показывает износ аккума, и это стало для меня печальной новостью, так как я понял, что с одним из моих аккумов скоро придется проститься. Третье, но есть кнопка рефреш, которая сделала плохую новость, не такой уж плохой. Эта зарядонька умеет чуточку пошаманить над умирающим аккумулятором и его оживить. Четвертое, у нее есть USB-порт. Но вот тут я буду недоумевать, ибо он 1-амперный и 5-вольтовый, и он не умеет работать параллельно с зарядкой аккумов. То есть по нажатию на кнопочку USB-out у вас начинает заряжаться устройство, подключенное сюда, а аккумы нет. И со вставленными аккумами, как Powerbank, он работать не умеет, хотя это было бы логично. То есть объективно этот USB-порт это фича, которую можно в теории было бы сделать лучше. Ну и пятое, отображаемая инфа переключается кнопкой дисплей. Показывается не только подаваемый вольтаж, но и время, требуемое для полного заряда. Ну и условно-схематичная визуальная индикация из бегающих блочков. Ми-ми-ми. Выдает на пальчиковый аккумулятор зарядка до 3,2 ампера, а на мини-пальчиковый до 1,2. И я говорю это с таким умным видом, потому что прочитал это вот здесь. Тут же есть одна приятная мелочь из категории «трушное внимание к мелочам» – резиновые ножки. Вот люблю я такие моменты. Могли бы сэкономить пару центов в себестоимости девайса, но не стали. Что еще приятно – выведенный провод. То есть нет проблем с тем, чтобы занимать габаритами устройства две соседних розетки. Panasonic знают, как что-то абсолютно банальное сделать хорошим. И делают это, потому что почему бы нет. Ну и на этом спасибо вам за просмотры. Не забывайте подписаться на канал и жмакнуть палец вверх. До новых. Субтитры сделал DimaTorzok